В природном парке Ленские столбы в 2015 году, когда случился пожар, выгорела часть массива, и это, к сожалению, портит вид. Что-то изменится, и когда? Вопрос очень острый. К сожалению, этот пожар случился по вине конкретного человека, туриста. Опять же, были не соблюдены правила пожарной безопасности нахождения в лесах. То есть это пресловутый человеческий фактор. Это не естественный источник, то есть сухая гроза, а как раз негативное воздействие конкретного человека. Администрация парка работает над этой проблемой, и в весенний период 2018 года как раз будут проведены соответствующие работы, и сухостой, который образовался после пожара, он будет убран. И там планирует разместить соответствующую площадку для обзора туристов. Я хочу дополнить вопрос. Ленские столбы ожидают очень хороший период. Мы завершаем работу по созданию национального парка, единственного национального парка республики Саха-Якутия. Решение о принятии статуса национального парка принял Путин Владимир Владимирович еще в 2011 году. Шесть лет ученые, общество, экологи работали, чтобы обосновать и получить этот высокий статус. И надеемся в этом году, в год экологии, получить статус национальный парк Ленские столбы. У нас шесть природных парков. Это Ленские столбы, Синее, Мома, Усть-Вилюйский, Колыма и Живые Алмазы-Якутия. Статистика посещения туристами показывает о том, что динамика положительная и идет рост повышения посещаемости. Это за счет узнаваемости этих объектов, за счет создания соответствующей туристической инфраструктуры. Допустим, если Ленские столбы посещало за летний период 10 тысяч туристов, то за этот период посетило 16 тысяч туристов. Хорошие перспективы имеют природные парки Синее, это в Горном Улусе, и Момский парк. Живые Алмазы-Якутия, это в Мельницком районе, являются общим любимым объектом всех Мельниццев. Это, по сути, рекреационная зона, где после тяжелого труда Мельницы любят отдыхать. Потенциал очень высок наших природных парков. При введении в эксплуатацию соответствующей туристической инфраструктуры, мы думаем, туристический поток увеличится вдвое, даже втрое. Я вот не зря назвал природные парки, они являются жемчужинами республики Саха-Якутия. Они имеют все зоны традиционного природопользования, где можно проводить экологический туризм. И все они имеют уже новые маршруты, экологические маршруты. И в целях привлечения туристов с 2018 года они будут внедряться. И в этом году, наверное, слышали, тропа Кенкамя, это ресурсный резерват на границе города Якутска и Горного Улуса. То есть туристический поток, он требует, чтобы появлялись новые маршруты. Продолжение следует...